История спасения заложников, которая произошла в 79-м году, и, как говорят, стоила президентских амбиций Джимми Картеру, в центре сюжета новой ленты «Бена Афлика», которая называется «Арго». Всего стражи исламской революции тогда взяли в заложники более полусотни американских дипломатов. Шестерым из них повезло. Их сумели спрятать сотрудники канадского посольства. Это напряженная фабула, и там присутствует юмор. Эти два компонента для меня важны, когда я принимаюсь за проект. Эта лента рассказывает прежде всего о людях, об их поведении и реакциях. Это важнее, чем повороты сюжета. Мне всегда существеннее именно гуманистическая сторона развития событий. Тут есть элемент выживания вопреки всему. Я хотел бы, чтобы и те мои друзья, что симпатизируют демократам, и те, что симпатизируют республиканцам, смотрели бы картину не с точки зрения их партийной привязанности или желания голосовать. Я не думаю, что это имеет хоть какое-то значение. Произошла революция, последствия ее ощущаются до сих пор. И мы до сих пор не знаем, какая политика оптимальна для стран Ближнего Востока. Арго выходит на экраны России в начале ноября. Субтитры подогнал «Симон»